Девчонки, всем привет! Кто со мной не знаком, меня зовут Настя. Спасибо большое, что вы заглянули ко мне на канал. А если вы меня уже знаете, я очень рада вас снова видеть. Итак, в этом видео я бы хотела вам показать, какая же симпатичная посылочка мне пришла с сайта Алиэкспресс и сколько же денежек она помогла мне сэкономить. Наверняка вы видели в таких магазинах, как H&M, Zara, Bershka и другие подобные красивую бижутерию, которая сейчас, мне кажется, по-особенному хорошо выглядит. Она массивная, она яркая, с какими-то акцентами цветными, либо это большие камни, либо это большие жемчужины, либо это еще что-то, бисер и так далее и тому подобное. И все это в красивых цветах. Но на самом-то деле не обязательно эту бижутерию покупать в этих магазинах дорогих, потому что вот у меня, например, в Швейцарии одни такие сережки я купила себе, обошлись они мне в 12 долларов, да. А потом я увидела на Алиэкспресс, что их можно было купить за 2 доллара и немножечко расстроилась, потому что я переплатила 10 долларов, да. Как не переплатить и выглядеть красиво, вы узнаете в этом видео. Я разложила перед собой на красивом золотом подносике бижу-бижу, которая мне пришла. И вы знаете, я была приятно удивлена, потому что я не ожидала, что вот эти сережки будут реально такого же качества, как и в тех магазинах, потому что вот у меня есть вот такие вот сережки с леопардовым принтом, которые сейчас входят в моду. И я их держала в руках в магазине, по-моему, C&A. И я их держала и подумала, какие симпатичные, но мне сейчас как бы не до сережек, я вообще за другим пришла. И какое же было мое удивление, когда я увидела вот эти же сережки на Али. И вот я их заказала. И вот я вам клянусь, что если я сейчас вот их пойду сравню с сережками, которые висят в том магазине, вот они будут просто идентичны. А цена на них была то ли 10, то ли 12 долларов, да, стандарт какой-то такой. Вот, и еще у меня здесь есть другие варианты, и все они хорошего качества. То есть я думала, может, придут какие-то железки там непонятные, которые потемнеют через какое-то время. Но нет, железо здесь, вся эта бижутерия, все это, оно реально такого же качества, как и в магазинах. На всю эту посылку я потратила 14 долларов, 14 долларов. А сережечек мне здесь пришло очень даже и приличное количество. Поэтому давайте я сейчас пробегусь по каждой позиции и поделюсь с вами своим мнением. Итак, давайте я начну вот с таких вот сережек, красивых, супер акцентных, зеленых. Вот таким вот образом они выглядят. Вы знаете, я еще ни одно украшение не выгулила, никуда я еще не ходила. Ну, наверное, потому что я живу в Швейцарии. Куда же здесь так? Здесь нужно супер особое мероприятие, чтобы... А, подождите, у меня здесь сережки, что же я делаю? Не подготовилась. Секунду. Кстати, сережки, которые я сейчас ношу на постоянной основе, это нереально малюпусенькие гвоздики, слезки такие, я их называю. Я купила в магазине Золотой Вик в Одессе в детском отделе. Если вы любите маленькие, такие неакцентные, вообще такие скромные сережечки на каждый день, которые подходят ко всему. Обратите внимание на детские сережки. Они нереально милые. Они мосюпусенькие, красивенькие и стоят недорого, потому что там золота не очень много. И да, цены получаются вообще очень... В общем, эти гвоздики я ношу скорее еще и для того, чтобы у меня дырки в ушах не заросли, потому что я практически не ношу сережки в реал жизни. И в основном я их покупаю для того, чтобы надевать их здесь на YouTube-канале перед вами. Красоваться, перед кем мне еще красоваться? Местные женщины не оценят. Хорошо, что у меня есть вы. Так вот, зеленые сережечки. Кстати, это пластмасса, это дерево, это деревяшечка. Я была немножко удивлена. Я думала, что она тоже будет пластмассовая. А нет, сережечка еще и содержит дерево. И вот как они выглядят. Очень прилично и очень симпатично. Мне вот прям очень-очень нравится. Под какой-нибудь, знаете, такой летний, такой разлетающийся, такой сарафан-разлетайка. Под какой-нибудь платьичко. Либо я люблю вот большие сережки, вот под пиджак, собранные волосы. Собранные волосы, какой-нибудь строгий, либо пиджак консервативный, а какой-нибудь с платья. И вот такие вот сережечки. Да, и моя оценка этим сережкам, конечно же, пятерка, потому что они вот прям вот очень хорошего качества, да. Это однозначно опять, и их я могу советовать к покупке. Кстати, вот у меня здесь из всего того, что я купила, только одно колье мне не понравилось. Видимо, оно мне не понравилось настолько, что я его куда-то засунула, и я не могу его найти. Так что, наверное, я его, если найду, то определю в следующее видео. Следующее, что я хочу вам показать, это вот эти самые сережечки леопардовые. Я сегодня хотела надеть леопардовое платьичко, такое трикотажное. Потом поняла, что у меня же есть леопардовые сережки. И леопардовое платье и леопардовые сережки, это будет слишком. Сережки вот эти мне вот прям очень нравятся. Вообще, в одежде очень люблю бежевые, серые, нежно-голубые, белые оттенки. И вот все, что вот в этой цветовой гамме, я очень люблю. Сережки очень добротные, они мохнатенькие. Недорогие, естественно, качественные. Вот вообще, я бы не отличила, если бы мне вот кто-нибудь их подарил и сказал, что вот я купил тебе в Zara или в H&M, я бы подумала, что так и есть. А, нет. Следующее колье, которое вы уже могли видеть. И это чокер за просто невероятно смешную вообще цену. За, по-моему, доллар с чем-то вот стоит этот чокер. А на самом-то деле нормальный такой чокер, хочу я вам сказать. Такой, не ерунда какая-то. Я думала, вообще что-то печальное придет. Вот такой вот симпатичный чокер. Ну, копейки вообще стоил. Ну, вот вообще. А на горле держится вот прям очень хорошо. Не сползает никуда. Плотненько сидит. Что не всегда бывает с чокерами. И вот этим я прям очень довольна. Он комфортный. Нигде ничего не пережимает. Ну, вы, конечно, можете сами отрегулировать, как плотно вам нужно. На тоненькую шейку подходит вообще отлично. Очень симпатичный. И цена, ну, просто, я не помню. По-моему, вообще там доллар 50 центов. Ну, вот просто прелесть. Еще один чокер, который меня заинтересовал. Кружочечки. И вот тут все очень легко. Здесь прям вот вообще. И ничего не отвалится. Никакие звенья, вот как в том. Да. Надевать его супер легко. Просто раз, два. И все. Очень, очень прикольная штучка. Все в нем хорошо. Он такой плотненький. Весь такой добротненький. Не поломается. Вот. И нет никаких звеньев, которые разъедутся. И у вас что-то отвалится, как с прошлым. А вот этот вот прям очень и очень даже да. Такой прикольный. И его под пиджак тоже какой-нибудь под платье. Да, вообще подо все. Геометрия. Что-то на меня нашло. И я решила вспомнить свои школьные годы, когда в моде были круглые сережки. Но эти круглые сережки, они необычные. Потому что у них такой дизайн. Они как будто слеплены. Я не знаю. Как наляпали вот это вот железо все. Так оно вот и засохло, видимо. Но выглядит вообще очень оригинально. Я подумала, что почему бы мне не попробовать. Вдруг там мне будет красиво. Вдруг они такие прямо кажутся интересными, интересными. И они действительно очень даже ничего. Да, смотрите, как хорошо. И необычненькие такие. Какие-то такие кривые, асимметричные. Ну вы поняли, да? Узор такой хаотичный у них. И я подумала, что а почему бы мне не вспомнить? Да. И они слишком большие. Я бы не сказала, что прям какие-то вообще. Я помню, когда я носила прям вот такие вот кольца. Да. Но эти такие поскромнее будут. Но в то же время очень такие акцентные. И их видно. Качество у них вот вообще изумительное. Вы вообще не разочаруйтесь, когда их получите. Они такие добротненькие. Следующие сережки немножечко меня разочаровали. Но не качеством нет. А просто как-то я чего-то думала, что они мне понравятся чуть больше. А они... Ну хотя вот они, наверное, смотрятся вот на фотографиях и на видео лучше, чем на самом деле. И вообще это то чувство, когда мне сережка внутри нравится больше, чем снаружи. Она такая гладкая, а внутри очень красивая, ребристая. Можно мне ее вывернуть как-нибудь? Вот. Ну, сережечки тоже как бы неплохие, но тут просто уже дело моего вкуса. Они оказались как-то что-ли, то ли попроще, чем я ожидала, то ли что. Так-то они симпатичные. У них форма такая красивая. Для фото и видео очень даже норм. Ну, они вообще норм, но они не выглядят какими-то типа как-то из подороже, которые... Так, нормик. Еще одни сережки, которые вот на мне, я их вот примерила, они мне не нравятся. А вот так вот смотришь на них, они очень даже красивые. Красивые. Изумительные бабочки, просто невероятные, с каким-то переливающимся материалом. Это пластик, по-моему. Честно, мне тяжело сказать, что это такое, но похоже на пластик. И просто какую-то переливашку нацепили. Выглядит как будто это какой-то камешек. Выглядят они очень хорошо. И выглядят вот они так, как будто стоят реально дорого. Но вот в ушах они смотрятся как-то, я не знаю, как-то... Ну, так, ну, норм. Ну, как-то... Ну, бабочки. Не знаю, чего я ожидала. Покупка без примерки это такое. Угадаешь или не угадаешь? Ну, в реальной жизни чуть-чуть как-то вот... Ну, мне кажется, они мне просто не очень сильно подходят. Хотя это могут быть просто мои тараканы. Сережки классные. И если вам нравится такой дизайн, может быть, у вас есть что-то похожее. Вы хотите вот еще что-нибудь из недорогого. Потому что на Алиэкспресс они там стоили... Тоже я не помню. Ну, вот 2 доллара, может быть. Не брать во внимание мое именно вкусовое предпочтение. Сережки очень красивые. И вот они реально можете сказать... Купите, сказать, что вы потратили на них там 15 баксов. Чокер, который нужен всем. Это такая нежнятина. Это такая прелесть, красота. Боже мой. Это такая нежность, нежность. Прованс. Что-то такое прям. Если вы любите надеть несколько цепочек на шею, чтобы у вас их было много. Вот эта вещь. Это прелесть. Это вот вам сразу нужно добавлять в корзину и брать. Потому что это такая женственность, такая легкость, простота. В то же время красота и даже элегантность. Очень довольна вот этой цепочкой. И просто буду ее носить до тех пор, пока она мне не скажет пока. Пока я ее либо как-нибудь не сломаю или еще что-то. Но вот прям красотища получится. Вот у меня одеть, не вставая к зеркалу. Да, получилось. Просто прелесть. Как это хорошо выглядит на коже. Нежные такие маленькие лепесточки. Очень мне нравится. И приятный такой материал. Нет никаких шероховатостей. Каких-то что-то царапающего. Боже. Нет. Все настолько качественно. Ну вот серьезно. Ну как будто бы вот в зале вот эта штучка висела. И я ее там купила. Сережки, которые мне очень понравились. Я люблю такой стиль. Это гвоздики сплошные. Которые закрывают мочку уха. Но в то же время они небольшие. И очень хорошо смотрятся. в ушки. И они матовые. Такие шершавенько матовые. Тоже такие очень сдержанные. Очень такие. Не выглядят дешевыми. По моим вкусовым предпочтениям. Вот эти две штуки мне нравятся. Очень прям при очень. И это очень носибельно. Это неакцентно подойдет подо все на свете. Так. И последнее, что я купила. Это, кстати, я покупала вот эти вот сережечки леопардовые. Вместе с вот таким вот колье. Тоже леопардовым. Но не овал леопардовый. А сердечко. Я почему-то думала, что это можно носить вместе. Но если честно, все вместе. Это выглядит как-то наляписто. Вот эти вот сережки. И вот это колье, которое мне сейчас нужно распутать. Мне, если честно, как-то не очень понравилось. Ага, так. Вот. Вот так вот это все выглядит. Для тех, кто любит много, что... Ой, боже мой. Так зацепила микрофон. Там у вас шуршит, наверное. В общем-то, это вот такое вот все многослойное действие. Многоцепочное. По качеству все очень даже вообще прекрасно. Все камешки на месте. Все ровненько, четенько. Все красиво. Вот как в магазине. И не отличите. Я, правда, не смогу сейчас нормально это одеть и показать. И на самом деле, вот это сердечко, оно очень так далеко вниз идет. Прям вот оно аж туда. То есть я его одену, вы сейчас вряд ли поймете. Обратите внимание, тем, кому нравятся такие украшения, качество здесь действительно очень и очень хорошее. Ну что ж, девчонки, вот такой вот был у меня заказ на бижутерию с Алиэкспресс. Если у вас есть какие-нибудь хотелки в закладках и вы не знаете покупать или не покупать, вы не уверены в качестве, делитесь в комментариях или кидайте мне в инстаграме в директ. Может быть и я вместо вас куплю это первое и протестирую и покажу вам что да как и вот, скажем так, приду вам на помощь. Потому что я люблю заказывать бижутерию с Алиэкспресс. Но я всегда заказываю так, по одной, по две штучки. Сейчас я подумала, почему бы мне, если я и так все равно заказываю эту бижутерию постоянно, почему бы мне не заказывать каким-нибудь пакетом все и потом делать обзор на ютюбе для вас. Вот. Ну что ж, делитесь пожалуйста своими мнениями, как вы считаете, что из этого всего мне подошло больше всего, чтобы вы приобрели себе. Не забывайте, что все ссылки находятся под этим видео. Ну что ж, девчонки, спасибо вам большое за просмотр, за любую проявленную активность. Не забудьте подписаться на мой канал. И мы увидимся с вами в моем следующем видео. Пока.